Вот и прозвучал гимн Республики Беларусь Все готово к тому, что у нас скоро начнется Тогда и всего лишь четвертое место Оно считалось тогда неудачным, потому что действительно команда показывала Великолепному нападающему, есть куда расти Еще есть время для того, чтобы заявить о себе Матвеенко, удар по воротам И вот Довгяла вступает в игру И кажется, ни с того ни с сего пробьет Антон Матвеенко И была опасность у ворот городей Первый такой акцентированный и очень серьезный Точно так же, как и Михаил Козлов долгие годы это делал И здорово отыгрывался Волков с Гуренко Тому не хватило удачного приема Назаренко Непривычно видеть его на левом фланге обороны, как правило Подача на ближнюю штангу тоже была опасна И снова Станислав Сазанович Да, немного понятна задумка Тем более Сергей Ясинский умеет раскрывать футболистов своей команды И как он сам заявил, это кредо Витебска Делать футболистов лучше И отличный момент! И после удара Николаевску Казалось, что все уже нет опасности Отбивает Игорь Довгяла Но свой же футболист И я не знаю, кто это был Наверное, Поздняк добивает пустые ворота И вот в самом начале поединка Давайте отметим, все-таки неплохо выглядит сегодня Волков И вот так вот здорово подключается Антон Матвеенко Отдает передачу на Артема Гуренко Тот пытается обыграть и бьет поворотом в дальний угол Пытался сделать это Артем Вандерсон на Николаевску Воловик самоотверженно падая выбивает мяч И Артем Гуренко здорово играет на Николаевску Прокидывает тот и здорово бил между ног Игоря Довгяла Но у него хватило опыта для того, чтобы справиться с этим опасным моментом Ну и, конечно же, великолепная передача из глубины от Гуренко Заслуживает похвалы в очередной раз И, конечно, иногда встречается с мячом после борьбы Хороший кросс И Байдук подключается из глубины И здорово действует Сорока Очень надежно играет он и ловит мяч без каких-либо проблем Ну, наверное, отметим первое подключение Байдука До этого очень низко он постоянно находился Не исключено, что это происходит из-за того, что Павел Назаренко очень часто поднимается выше Я уже говорил, что в атаке это крайне редко Воловик пас на Сорокина Будет возможность еще провести стандарт у игроков в городе И получает желтую карточку Калинчук Может быть, некоторым покажется это решение очень странным Тем более, учитывая, что есть Андрей Сорокин, Юрий Воловик и Станислав Сазанович Дмитрий Годотенко третий центральный защитник И в следующий раз, наверное, Сазар сыграет поточнее Сазанович Удар поворотом, но Сорока все контролировала Выйти на газон Разбегается Архипов Удар поворотом Заблокировали и Была возможность пробить поворотом На этот раз Воспитником Витебской школы И футбольного клуба Витебск Не очень красиво в свое время ушел Покинул эту команду Удар поворотом! Сорок пока действует достаточно уверенно Хоть и не с первой попытки Но забирает мяч в руки Многие, наверное, задавались вопросом Кто же будет основным голкипером в этом сезоне Гущенко или Сорока Причем Гущенко неплохой сезон в прошлом году провел Ну и Сорок выигрывает И контратака от Витебска Темеров пасует на Артема Гуренко Тот остается один на один Против Юрия Воловик Уходит в середину Удар поворотом Хотел, наверное, вводящим ударом пробить Артем Гуренко все сделал просто по-мастерски Травмы Мяч этот сохранил Пас на Сача от Лебедева Тонкая передача на Архипова На добивание Удар Городей! Там же был Станислав Сазанович Вроде бы излюбленную схему 4-2 В общем-то Ничего кардинально не изменилось Витебск побеждая со счетом 1-0 Показывая неплохую игру Давайте поздравим коллектив С этой первой победой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok